ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Российские власти подумывают о возобновлении программы утилизации автомобиля И суть её в том, что при сдаче старой машины в утиль гражданин получает скидку на приобретение нового авто Ассоциация «Автомобильные дилеры России» предлагает установить дисконт в размере 100 тысяч рублей Он будет распространяться только на транспорт отечественной сборки ТРАССА 101 С 1 августа новые иномарки в России могут резко подорожать Это станет следствием повышения ставок утилизационного сбора По оценке экспертов, цены на бюджетные модели зарубежных брендов, которые сейчас стоят от 2 до 3 миллионов рублей Увеличатся в среднем на 200 с лишним тысяч Более существенный рост свыше 1 миллиона рублей ожидается в премиальном сегменте Новый порядок может негативно сказаться на системе параллельного импорта ТРАССА 101 Ульяновский автозавод начал испытания внедорожников «Патриот» с дизельным двигателем Как сообщалось ранее, речь идёт о двухлитровых силовых агрегатах, разработанных китайской компанией «Инджак» Их выпуск недавно наладили в Елабуге Поступить в продажу дизельный «Патриот» должен в 2024 году Тогда же ожидается появление и версии с автоматической трансмиссией Она создана той же фирмой из Поднебесной Минимальный заводской ценник «Патриота» сейчас составляет 1 миллион 330 тысяч рублей ТРАССА 101 В нашей стране несколько месяцев подряд растут продажи легковушек на вторичном рынке В июне число реализованных БУ автомобилей превысило показатель первого летнего месяца 2022 года почти на половину Наиболее популярными марками являются «Лада», «Тойота», «Кия», «Хёнде» и «Ниссан» В модельном зачёте лидируют «Форд Фокус», «Вазовская 14» и «Хёнде Солярис» Также в ТОП-5 присутствуют «Кия Рио» и «Тойота Королла» ТРАССА 101 5,5 миллионов рублей За такую цену, минимум, дилеры начали предлагать китайский электрический кроссовер «Денза Икс», поставляемый в рамках параллельного импорта Машина укомплектована двумя электрическими моторами с суммарной мощностью 490 лошадиных сил Запас хода достигает 500 километров На разгон до сотни требуется почти 5 секунд Электрокар рассчитан на 7 человек, включая водителя В перечне опций есть адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, беспроводная зарядка для смартфона, система кругового обзора и так далее На этом все, подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101 До свидания ТРАССА 101 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА